На сцене Дворца детского и юношеского творчества собрались умники и умницы нашего города. Сегодня аплодисменты, слова поздравления звучат в адрес юных салаватцев, победителей и призеров Олимпиадного движения. Своей целеустремленностью, трудом и усердием они завоевали право называться лучшими. Желание стать лучшим и упорство, а также старание дали результат. Мне в принципе нравится. Много новых знакомств обретаешь по ходу обучения, подготовки к Олимпиадам и так далее. Это просто кажется не умный, а результат усидчивости и терпения. Если есть цель, то получится все. Когда я готовился к Олимпиадам, езжу на разные сборы, знакомлюсь с интересными людьми из разных регионов, общаюсь, что тоже в дальнейшем может быть полезно. В нынешнем учебном году наши школьники показали отличный результат. Всероссийская Олимпиада школьников проводилась по 22 предметам. В школьном этапе Олимпиады предметно принимали участие 18 500 юных салаватцев. 3066 из них стали победителями и призерами. На муниципальном этапе Олимпиадные задания выполнили 2025 учеников, 446 из которых заняли призовые места. На региональном этапе 160 участников, 4 победителя и 69 призеров. А в заключительном этапе принимало участие 3 школьника, из них один стал призером. И это ученицы гимназии номер 1 Мальцева Анастасия. Часы, дни и ночи просиживаю, просто готовлюсь планомерно, готовлюсь с помощью курсов. Меня готовит моя учительница Наталья Викторовна Ахметьянова. Мне кажется, в подготовке главное это комплексность. То есть отсюда взять, отсюда и в общем собрать все знания, так эффективнее всего получается. В успех каждого ученика вложен профессионализм наставника. Каждая победа – это совместная работа ученика и учителя. В знак признания благодарности 39 учителей-наставников получили благодарственные письма от Министерства образования и науки за подготовку победителей и призеров. Вообще наставником вот такого талантливого ученика быть очень ответственно, очень интересно и очень сложно. Сложно потому, что приходится вместе с учеником изучать и повторять то, что изучали в институте, повторять то, что давно пройдено, потому что олимпиадные задания, олимпиадный материал совсем не то, что изучается в школе. Очень интересно, потому что появляется интерес и ученика, и у учителя. Ну и очень сложно ответственно, потому что за каждым ребенком стоит огромный труд, стоит его желание победить. И, конечно, стоят родители, которые тоже хотят видеть в своем ребенке победителя прежде всего. Благодаря таким победам, благодаря таким конкурсам, которые проводятся на российском уровне, республиканском уровне, я понимаю, что свою профессию я выбрала правильно. Также на церемонии награждения назвали самые результативные в этом учебном году школы города. Первое почетное место у гимназии номер один, а среди общеобразовательных школ первое место занимает школа номер 24. Такие результаты помогли нашему городу сохранить третью позицию результативности в республике Башкортостан в олимпиадном движении. Учебный год завершаем с хорошими показателями.